18 октября в Велобужском институте КФУ прошли очередные занятия детского университета. Откуда берется электричество? Так называлась первая лекция для юных студентов, которую провела кандидат в физико-математических наук Файруза Сабирова. На занятия маленькие студенты смогли почувствовать себя настоящими физиками. Актер состоит из положительного ядра и отрицательно заряженных электронов, правильно? Так вот, эти электроны могут перескакивать на разные уровни. Стоит отметить, что дети не только очень увлеченно отвечали на вопросы лектора, сами задавали вопросы, но и дополняли его, делились известной им информацией. Мы сестренки, и мы здесь уже третий раз, нам очень нравится. Мы из чинов, каждый месяц сюда ездим, чтобы узнать много нового. Например, на этой лекции мы слышали, как происходит, откуда берется электричество и при каких случаях оно появляется. На следующей лекции слушатели познакомили с мифом о солнце на примере сказок «Петушок, золотой гребешок» и «Зайкина избушка». Интерактивное занятие, которое провела кандидат филологических наук Надежда Шабалина, прошло в форме игры викторины. Ребята отгадывали загадки, смотрели мультфильмы и решали ребусы. Уже не первый год вместе с детьми посещают детский университет и родители. В прошлом году начали посещать детский университет, нам очень понравилось. Здесь детей обучают дополнительным каким-то знаниям, в занимательной форме проходят занятия по различным направлениям. И ребенок уже может выбрать, что ему больше интересно, информатика, физика или еще какие-то предметы. И мы, естественно, с удовольствием продолжаем в этом году заниматься в детском университете. В ходе мероприятия были подведены итоги конкурса сочинений «Мой любимый учитель». Первое место было присуждено студентке детского университета Камилете Товой. Приз за второе место получил Руслан Мазняк. Призом за третье место было отмечено сочинение Адели Салимулина. Всем победителям конкурса были вручены памятные подарки. После лекции ребята разделились на малые группы. Для них были организованы лабораторные практикумы. Кроме учащихся школ Елобоги, в этот день занятия детского университета посетили и школьники из Заинска, и Набережных Челнов. Увлекательные занятия. Иногда эти занятия мне нужны будут в школе. Я их очень запоминаю и иногда пытаюсь их сделать дома. Выразить их на бумаге и рассказать своему братьку или сестре. Следующее занятие детского университета состоится 15 ноября. Сардор Хайриев, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов. Пресс-служба Елобожского института кафе.